Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, Голодный, из города Поребриков. И я нахожусь здесь, в своей неиллюзорной виртуальной студии, и по ту сторону экрана, в своей неиллюзорной студии, находится мой друг и коллега, и совершенно замечательный девелопер-адвокат, который, так сказать, во многих ипостасиях был на огромном количестве конференций. Знаменитый Барух. Барух, здравствуй. Здрасте, здрасте, всем привет. Давно не слышались. Да, сто лет с тобой, не виделись, не слышались. Очень приятно тебя лицезреть и слышать. Всем доброго времени суток и с Новым годом. С Новым годом, с Новым годом. Я помню, что ты, так сказать, еще по концу осени, в начале весны добирался как-то из наших, так сказать, краев в свою нынешнюю родину и где-то немножечко подзастрял в аэропорту. Что там было, расскажи немножечко. Ну, смотря который раз, оно постоянно чего-то случается. Последний был вот в IT Nights, когда он был вот совсем недавно, наверное, месяц назад. В декабре где-то, в начале где-то там. А, он был, да, 10 декабря, даже меньше месяца назад. И да, на обратном пути там у меня задержался рейс, и я опоздал на пересадку и застрял на день в Нью-Йорке. Но это все ерунда, это все нормально. Как бы, возможность перемещаться по глобусу со стремительной скоростью сегодня тут, а завтра там, она, в общем, подразумевает некоторые нестыковки. И, по большому счету, это все ерунда и абсолютно не повод печалиться. Я помню, один из комиков как-то говорил, что когда ты летишь, ты летишь, ты в воздухе, господи. Да, это чудо. Это чудо, да. Абсолютно. У тебя там в интернете не грузится, да? Да, это же, ты понимаешь, это сел в России, поужинал, посрал, поспал и проснулся в Америке. Это же потрясающе. Это же такого никогда не было и действительно чудо. Я, на самом деле, очень большой фанат вот этого прогресса и ждем новый виток сверхзвукового полета в 29-м году. Прямо вот, потираю ручки, будет еще круче. Слушай, ну это да. Кстати, да, год-то у нас закончился, и мы должны поздравить всех наших... Как бы начал уже немножечко поздравлять наших подслушателей. На самом деле год был, с одной стороны, тяжелый, но, с другой стороны, не такой тяжелый, как предыдущий. И кажется, что как-то мы, мне кажется, немножечко выправляемся во всей этой ситуации. Мы немножечко психологически ее перебороли. Мне кажется, адаптировались, в конце концов. Квартиры у всех застроены, затарены правильными креслами, нужным количеством камер, правильными клавиатурами, потому что мы тут за осанкой следим, за ручками следим. Вот это все. Кто-то купил эти коврики для йоги, потому что уже гантелей не хватает, и надо, так сказать, еще и заниматься немножечко гимнастикой. Вот. Привлекаю к этому дочь. Я тоже согласен с тобой, что, в общем, год был, ну, тоже, как бы, достаточно странный, но, безусловно, лучше предыдущего. Мне нравится тенденция. Следующий будет еще лучше, опять же. И, ну, как-то, да, уже мы начали как-то из дома выходить, и куда-то ездить, и куда-то летать, и у нас уже появились какие-то конференции где-то как-то. Это мы любим просто. Да, да, да. И, в общем, мне кажется, ну, вот то, о чем говорили большевики, что New Normal, он будет как бы, ну, что все вернется, но то, что мы наработали за вот этот вот год, за полтора года, оно все с нами останется и сделает все еще лучше. И мне кажется, вот мы видим, как это прямо вот действительно сбывается, да? То есть и ремоут остался, и народ его как-то больше признал, и сейчас это совершенно нормально. И там, опять же, если мы говорим про конференции, какие-то гибридные форматы, вот типа IT Night Show, вот они, значит, зашли и тоже будут, и мне кажется, как бы, ну, к лучшему, к лучшему. Ты знаешь, здесь надо выделить, вот если мы немножко конференции затронем, несколько замечательных моментов. Ну, во-первых, ты прав, вот эти всякие гибридные форматы, больше такое шоу-повестка, как бы, они начали появляться, потому что мы хотим действительно вот этого вовлечения аудитории. И, как бы, сами конференции и организаторы конференции стали более профессиональными именно вот в этом онлайне, назовем это так, потому что вот мы смотрим на замечательных джугов, которые делают просто великолепное шоу, ну, с точки зрения, с технической точки зрения, так просто, ну, как-то космос какой-то, если честно. И, понятно, нас отпустили в этом году, ну, не всех, не везде и не навсегда, но, тем не менее, некоторые вот оффлайн-конференции, в частности, вот Онтиковский, Хайлод, великолепно прошел, и там еще ряд тоже мероприятий там со своими рисками, но, тем не менее, это было великолепное ощущение, когда ты входишь в зал, а там много людей, ты такой, боже, как я этого хотел! Встал, встаешь на сцене, и такой кайф! Ты такой, да! Передать это просто невозможно, особенно, когда ты входишь, идет застройка, и пахнет вот этим пластиком, который все вот клеит, что-то здесь, и видно, что вот у всех внутри вот это вот ощущение такое, блин, наконец-то, наконец-то оно возвращается! Но этого, я надеюсь, всего будет больше, конечно. Что тебе из конференций запомнилось больше всего в прошлом году? И вот, может быть, одну-две вот давай вот как-то подсветим? Ну, ты знаешь, на самом деле, как бы, я... Опять же, да, с онлайн-конференциями тоже все... Ну, у нас есть прогресс, да, то есть это уже чаще всего не, там, Zoom со Slack'ом и набор из восьми подряд идущих вебинаров. И, наверное, вот как тенденция, да, где-то вот то, что действительно мы начинаем понимать, что восемь вебинаров — это не то же самое, что одна конференция. Правда. Да, и вот в этом плане, мне кажется, вот ты как бы правильно указал, на мой взгляд, два таких самых интересных явления. Это, во-первых, Джагру, которые, ну вот, сказали, что типа все, ребята, мы делаем онлайн, да, как бы все остальные перебиваются на онлайне в ожидании оффлайна и с удовольствием уйдут из онлайна, как только будет можно, а мы — нет. Мы, значит, вот эту онлайновую историю полностью, значит, приняли и считаем, что нужно ее довести до того, что людям не будет противно. Ну, как бы это такой бизнес-оппортунити, да, то есть вот у нас появился какой-то такой вот окно возможности, когда всех затянуло в онлайн, хотят они того или нет, и теперь надо постараться их там поймать и оставить по возможности, да, то есть сделать так, чтобы когда у них будет альтернатива, онлайн все-таки не рассматривался как, фух, слава богу, пережили, можно забыть этот ужас, а как вот, ну да, почему бы и нет. И вот этот вот бизнес-оппортунити такой, он вот то, что кто-то его на него обратил внимание и им занимается, мне кажется, очень интересно. Мне как бы подход Джагру кажется чуть-чуть недостаточным, то есть они, значит, смотрят на качество трансляции, на удобство инструментов, и это все, безусловно, критично, но, как мне кажется, недостатки онлайна, они не только в этом. И я бы сказал, в первую очередь не в этом, а именно в отсутствии вовлеченности. Ты имеешь в виду, конечно же, по вот этой интеграции вот этого аудитории в процесс вовлечения именно в сам доклад, какой-то спарринг, чтобы я мог какую-то бросить и получить обратную эмоцию, вот этот коннекшн, что произошел, чтобы реакция, ну вот я шучу, допустим, да, или полушучу, и чтобы вот я видел вот эту вибрацию, что да, аудитория меня, вот прямо сейчас она понимает, поддерживает, не поддерживает, то есть это я сейчас круто высказался, ну то есть вот какая-то вот такая ты имеешь в виду история. Да, 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 но вовлеченность, она вовлеченность как бы, мне кажется, ну ты представляешь ее с точки зрения спикера, но мне кажется, вовлеченность она в первую очередь как бы для аудитории нам нужна. Ну потому что все-таки аудитория более важный и больший игрок в этой экосистеме, да? Ну потому что как бы, ну, смотрю я какой-нибудь там плохенький зум, и вместо этого пойду я почитаю почту, или смотрю я блестящее видео в 4К, и вместо этого пойду я почитаю почту, мне кажется, ну не там, не там разница, которая меня остановит от пойти почитать почту. И вот этот момент, мне кажется, не докручивается чисто техническим улучшением качества трансляции звука, там интеграции и так далее. Механика какая-то должна появиться. Да, мне не хватает именно вот чего-то, что, на мой взгляд, вот IT Nights делают. Для тех, кто не знаком... Это хороший эксперимент, да, я согласен. Для тех, кто не знаком, для тех, кто не знает, IT Nights, это даже они не позиционируют себя как конференцию. Они позиционируют себя как IT-шоу. Что это значит? Это значит, что там изначально есть какие-то неконференционные, а именно шоу-аспекты. Например, я тебе проведу пример. Значит, вот... Я же был там, то есть как бы... Да, да, ну не тебе, а аудитории, да? Значит, идет доклад, технический доклад. И во время этого технического доклада идут какие-то дополнительные штуки, дополнительные фишки. Например, значит, у спикера есть пульсометр, и аудитория может в любой момент проголосовать за то, чтобы постараться этот пульс спикера каким-то образом изменить. Они могут решить ввести спикера в стресс, и там, соответственно, кто-то там придет и крикнет ему на ухо, или там, значит, вдруг раздается громкая музыка, или там у него под ухом, значит, взорвут воздушный шарик, или там ему принесут энергетик, который ему надо выпить. Да, то есть... Или наоборот... Я помню совершенно замечательное голосование с переодеваниями спикера. Да. И самое крутое было, когда спикер в какой-то момент понял, что надо отыгрывать вот эту роль, что тебя одели, и да, ты пират теперь, тебе нужно по-пиратски вещать. Это круто, конечно, да. Да, да, вот. Вот это все. Или там вот в прошлом году, когда ты был, ты помнишь, там можно было проголосовать и ударить спикера током. А, да, было такое, да. Да, то есть... Ну, казалось бы, ну, глупость, да, какой-то там, ну, детские совершенно какие-то шалости... Это смелый эксперимент, на самом деле. Нет, ну, я к тому, что конференция, по идее, должна быть не про это, потому что там какой-то идет технический контент, который, типа, должен быть главный, но на самом деле именно это делает... Ну, именно из-за этого ты не захочешь пойти почитать почту. То есть это не вместо технического контента, и это не вместо технологического улучшения трансляции и так далее, и так далее. Но это какая-то попытка создать вот эту вовлеченность, несмотря на отсутствие живого зала и вот это вот ощущение, что мы все вместе смотрим и так далее, и так далее. И как бы, вот мне кажется, вот это, вот эти вот эксперименты, вот это понимание, что онлайн, наверное, будет, и давайте попробуем сделать его хорошо, вот это, мне кажется, самое главное, что у нас случилось в этом году, и я держу кулачки, чтобы это все сработало, потому что онлайн, несмотря на весь у нас хейт, есть совершенно однозначное преимущество, и это, конечно, его доступность для тех, кто не может сорваться и поехать на конференцию там куда-то. Ну да, и здесь я вот тебя поддержу, и с одной стороны, мы вот в этом году провели Яндекс.Клауд, к которым я имел в виду отношения, то есть конференции, которые мы снимали в несколько потоков, организовывали студию, на самом деле там чудовищное количество работы. Когда ты находишься внутри, ты даже не можешь оценить, как это, ну, то есть тебе пережить очень сложно, как это смотрится снаружи, потому что ты всегда слишком вовлечен в это во все. И поэтому я с большим удовольствием наблюдал за другими конференциями, но выделить я хочу не обычную конференцию, а реинвент, который вот был у, соответственно, Амазона. Ну, безусловно, гигантское событие само по себе, ну, оно всегда, в общем, привлекает внимание в определенном смысле, но по нему можно, в принципе, мерить некоторый пульс и некоторых новых идей, которые потихонечку проникают в индустрию вообще в целом. Не сказать, чтобы там они прям что-то там rocket science какой-то гнали, но, тем не менее, там была пара очень интересных мыслей. Например, мне очень понравилась она такая вскользь, как бы не то, чтобы сильно прямо там педалировали, но вот это вот одна из идей, которая витала там в воздухе, что вот базы данных, ну, СУБД, те, которые современные, которые в облаках предоставляются, они в конце концов должны стать серверлесными. Ну, те, которые имеются в виду, происходят внутри облаков, которые предоставляются именно как сервис. И они должны поменяться очень сильно. Это такая идея, которая... Вот, блин, она меня прям порадовала. Я такой, ох! Я, ну, подслушатели, конечно, в курсе, что я в последнее время очень сильно погружен в эту тему. И я прям такой думаю, ох, ну вот ты как бы на главной площадке, как бы, где... По которой можно померить немножечко пульс, там тоже про это думают, говорят, и, в общем, где-то это витает. Но это исключительно как вот большое событие, я вот по масштабу готов оценить, что это была попытка такого вложения все еще. Не забивание на то, что, блин, вот конференции, блин, в этом году не удались. Нет. Они удались, они у многих получились. Просто стоило это немножечко других денег в точке зрения, ну, и сил, и организации, и технических каких-то нюансов. Потому что мы стали относиться к тому, что мы снимаем, и то, что мы транслируем, совершенно по-другому. Ну, как-то вот, мне кажется. Да, да. Вот тут ты сделал замечательный переход с конференции на сервер лес, и я бы хотел продолжить уже в том направлении. Скажи мне, я... Насколько я это понимаю? Я сейчас, в принципе, стал смотреть, ну, это какой-то, наверное, персональный рост, на вот эти вот все технические штуки намного больше со стороны, я бы сказал, юзкейсов использования, чем вот каких-то таких чисто технических аспектов типа сервер лес, сервис фул, и вот это вот всего. Насколько я понимаю, вот вся эта идея с сервер лес базами данных, это просто трансформация в то, что у тебя есть какой-то сторич, как сервис, да, то есть просто вот сервис хранения чего-то, и ты уже вообще больше не думаешь не про базы данных, не про способ их сохранения, не про какие-то там технические аспекты, а просто ты говоришь, ребята, вот у меня есть вот эта хрень, сохраните мне ее. Ну, в некотором смысле ты прав, и здесь, наверное, надо чуть-чуть отскочить назад и посмотреть на, а есть ли такие вот примеры подобных сервисов, которые так работают. И да, есть, например, S3, но это же классическая та же самая фигня. Ну, то есть есть какой-то сервис, вот дырка, ты туда кладешь какие-то объекты, говоришь, храните их, и отдайте мне номерочек, ну, где вы там будете хранить, чтобы я мог туда прийти за ними. Вот они сколько-то там лежат, там их выкопируют, сами куда-то перемещают, все остальное делают. Но это все тебя не интересует. А мне это не интересует. Я плачу вот за объем, который там есть, вот этого сториджа, да, и за количество транзакций, которые осуществляют для доступа вот к этому объекту. И вот эта идея, она потихонечку трансформируется, она ползет в сторону баз данных, и здесь уже все начали так, типа, как-то приглядываться. Ну, то есть, я не буду сейчас говорить по поводу Яндекс.Датабейс, которая полностью сделана вот именно в серверлес стиле, да, а все остальные, мне кажется, вот те, которые построены на open-source движках, то есть там MySQL, Postgres и так далее, потому что их потихонечку там переделают, перекраивают, и вокруг вот эти движки обновляют. По сути дела, разделили субэдэ на две части, грубо, очень грубо сейчас, потому что там уже должны были загореться стулья, но тем не менее, на две части. Первая — это хранение, то есть, в принципе, объем каких-то данных, которые где-то как-то хранятся, и мы платим именно за тот объем, который мы потребляем, именно вот этого хранения. То есть, это с одной стороны, а с другой стороны, те вычисления, которые мы осуществляем, и дальше мы начинаем платить за некоторую, ну, абстрактно вычисляемую вот объем нашего запроса, то есть, у нас есть какой-то select, from, travel table, с таким-то ID. Вот его вычислительная емкость, ну, грубо говоря, там 5 поинтов, 5 попугаев, 20 утконосов, неважно, ну, вот он стоил нам столько, вот этот запрос, все, мы эти все запросы в месяц посчитали, их подписали, бил, то есть, прибавили к этому объем, сколько мы храним, объем трафика, который мы отдали, приняли, и все. Вот это вот современный подход к serverless-базам данных, которым мы движемся. Некоторые уже там, некоторые приближаются, и, знаешь, игроки такие смотрят, ну, кажется, что в облаках нужно так, потому что, смотри, что получает пользователь, когда он приходит в облако? Он такой, ну, как бы, если я просто покупаю виртуальные машины, это ничем не отличается от того, что я их у себя держу, потому что, ну, кроме того, что из-за электричества вроде как не плачу, прямые щиты не подписываю, но я сам их администрирую, накатываю, обновляю, бэкопирую, вот это все, вот эта вся девопс-движуха, которая есть, она вся на мне. Ну, что это такое, да? А если я в облаке, я хотел бы разделить как-то, так сказать, ответственность. И в данном случае, когда я покупаю такой сервис, я такой, типа, ага, вот это все теперь ваше, а дайте мне теперь профит. То есть, я готов за это заплатить x денег, вот мои деньги, вот мои данные, вперед. И кажется, что тут очень важный момент. Мы начинаем, а, да, важный момент. Человек, как только вот в эту парадигму переходит, он такой, так, мои запросы нужно, ну, данные надо правильно складывать, чтобы правильно их доставать. Мои запросы надо сделать, лишних не делать. Ну, то есть, как бы вот, как бы так их делать, чтобы вот, ну, потому что они же стоят денег. Ну, да, да. И вот этот вот эксперимент, он на самом деле начался, как бы за рубежом, по большому счету, он, он очень крутой, потому что он заставляет тебя по-настоящему думать о том, что ты просто monkey typing делать, да, а прям думать. подожди, допустим, monkey typing ты не делаешь нигде, ты где-то всегда оптимизируешь, да. вопрос оптимизируешься в нужном месте или нет. Если ты сам это все поддерживаешь, настраиваешь и так далее, то твои усилия уходят на оптимизацию вот этого вот, а если оно упадет, а там вот, а новые, а если закончатся диски, а вот там, значит, как это все, как это рестартить, и вот туда ты кучу-кучу-кучу усилий вкладываешь. Когда мы говорим про облако, усилия все равно есть, но они уходят в другое, они уходят в другое место, они уходят в, как бы нам так сделать, чтобы у нас было поменьше запросов, да, ну, потому что стоят деньги и так далее. И вот теперь вопрос, что полезнее для твоего бизнеса? Мне кажется, достаточно очевидно, что когда ты оптимизируешь там количество запросов, делаешь, чтобы это все работало быстрее, дешевле и так далее, то это полезнее для бизнеса, чем если ты знаешь, как поднять сервис, если он упал. Ну, это правда, да. Вот, вот. И, соответственно, это не то, что у тебя есть альтернатива, типа или у тебя все за деньги, или у тебя все, то есть, или у тебя все за усилия, или у тебя все, значит, само. У тебя все равно будут очень сильные вложения, но вложения будут в более осмысленную часть бизнеса, которая действительно поможет тебе реально улучшить твое предложение, а не просто там сэкономить деньги или гарантировать его доступность, или еще что-то такое. Вот на мой взгляд... Вот это меня поразило больше всего. Вот эта вся история, что она всеми, она вроде как, знаешь, как такая мысль, которая вот витает вот в воздухе, как будто бы, да, и вот она вроде как вот уже начала приземляться на голову уже так вот аккуратненько, аккуратненько, и некоторые люди об этом стали задумываться. И вот реинвент это показал, что да, вот так вот люди уже начали думать, и мы к этому идем. И мне кажется, это безумно круто. вот да, то есть вот эта идея, что, чувак, нет никаких баз данных, у тебя есть два сервиса, один сервис, ты можешь чего-то сохранить, другой сервис, ты можешь что-то посчитать. И все такие, ой, блин, а где же мои базы данных, как же теперь я, куда же я пишу теперь мой SQL-запрос? И вот это начинает трансформироваться, как бы, о, это круто. А давайте теперь посмотрим, как мы можем это оптимизировать, чтобы оптимизировать, чтобы с одной стороны платить меньше денег, а с другой стороны у нас получается как бы выгода, которая, ну, вот чисто бизнесу, а не вот это вот, ой, а как нам, значит, рестартить базу данных. И вот, мне кажется, вот это вот оно самое, самое мягкое, вот это где, вот это вот изменение, оно до людей потихонечку доходит, очень медленно, но доходит, и это вот, по-моему, самое-самое-самое крутое. Слушай, ну смотри, вот мы отметили два, вот в уходящем году, два таких крутых поинта, да, ну, по поводу онлайна, по поводу вот через сервис баз данных, давай попробуем в другую сторону копнуть еще. Ну так, то есть, что из, например, технических новинок за последний год тебя вот так жахнуло? Ты знаешь, я, пожалуй, все еще очень жду Edge Computing. мне кажется, мне кажется, что это прямо вот реальная тема, которая будет вот следующим клауд-компьютингом, то есть не в том плане, что она его заменит, а в том плане, что она вот взорвется очень-очень-очень-очень сильно, потому что, и мне кажется, как бы это неминуемо, потому что растут компьютерные мощности, и вот-вот уже, вот-вот, вот эти все маленькие девайсы, которые установлены, вот реально, буквально на каждом столбе, вот буквально, не как, да, метафора, а прямо вот реально установлены на каждом столбе, вот-вот они начнут делать что-то, они будут иметь возможность запускать что-то крутое, умное, связанное, и вот эта вот техническая возможность приведет к тому, что будет совершенно взрывообразный рост всех технологий, связанных вот именно с Edge Computing. Слушай, давай, а я в другую сторону, как бы, немножко по... разверну эту всю историю, ну, в смысле, мне тоже кажется, что здесь да, но вот, что меня вот внезапно, я про это не думал почему-то, вот по какой-то такой причине, но мне кажется, вот эта вот история с коронакризисом и всем остальным, и недоступностью каких-то историй, она подсветила очень неприятную историю с тем, что производство различных компонентов находится очень далеко от мест потребления. то есть, например, там чипы производятся где-то в одном месте, потом везутся прям вот куда-то, 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 и без них там вообще машины не ездят, и на фоне вот этого, конечно, вот эти тенденции о том, что, а давайте заводы по производству вот этих всех чипов приблизим поближе к тем местам, где они на самом деле нужны. Ну, то есть, здоровый капитализм такой, типа, что-то мы не можем привозить, давайте сделаем поближе, ну, потому что риски очень высокие, давайте как-то сетаемся. И у нас, соответственно, в России запустили завод по производству серверов для вот Яндекса, потихонечку как-то вот такая, какая-то конверсия произошла, я так понимаю, что это попытка как раз вот с этими рисками побороться. и я вижу, что в Соединенных Штатах тоже огромная программа по вот чипо-чипозамещению. Вот это мне показалось очень крутым именно в уходящем году, что типа, а давайте как-то вот эти риски, которые случились, и которые, ну, потенциально могут происходить, а давайте мы как-то их попытаемся купировать за счет вот какого-то такого распределения наших вот производственных масштабностей поближе к ресурсам, к местам потребления, скажем так. Ну, ты знаешь, тут мне кажется, это прям вот интересная и сложная тема, и тут как бы мне кажется, есть два аспекта. Первый, которые вместе вот сошлись, и вот случилось то, что случилось. Первый, это весь вот этот just in time, да, что мы не храним запасы ничего, вместо этого выстраиваем цепочки доставки, доставки, которые нам привезут все, когда нам надо. И тут все сломалось. И у меня такой вопрос, как бы, ну, понятно, что когда оно все сломалось, то ужас, капец, там, миллиарды долларов ущерба всем, и как-то очень плохо. Но с другой стороны, смотри, мы шли к этому just in time, сколько, 30 лет, да, и за эти 30 лет все сэкономили кучу, кучу, кучу денег. Все дешевело, электроника дешевела, машины дешевели, все, значит, этот just in time, он реально сэкономил кучу денег, прям вот реально. И, и, но на это нет цифры, и это было размазано на 30 лет. И у нас, ну, мы человеки, у нас там, байсес и все такое, вот этот вот пипец, который случился в последний год, мы все прекрасно запомнили. А всю экономию, которая у нас за 30 лет случилась, мы, значит, ее не заметили, потому что она вся размазана, и, в принципе, потому что плохие новости у нас резонируют с нами, ну, сильнее, чем хорошие. И тут у меня вопрос. Оно того, стоит вот сейчас откатить вот эти 30 лет прогресса к just in time только потому, что вот в этот год что-то сломалось? И у меня, честно говоря, нет ответа. Я тебе скажу, что мне это напоминает. Мне это напоминает вот этот вот пипец, который случился в Техасе в прошлом году, когда все завалило снегом и не было электричества. О, да, 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 жесткач был, конечно, да. Очень-очень жалко. Вот, ты помнишь, ты помнишь жесткач. А то, что благодаря тому, что Техас вышел из федеральной программы, которая требовала там какие-то дополнительные наценки на электричество, и из-за этого они не могли брать электричество у соседей, но это позволяло им снизить тарифы достаточно серьезно на протяжении десятилетий. Об этом никто не помнит. Понимаешь? Ого. То есть, вот теперь вопрос. Если представить это так, ребята, у вас сейчас десятилетиями будет более дорогое электричество, но когда раз в сто лет случится снегопад, у вас не будет, значит, перебоев с электричеством, что вы предпочтете? Да, хороший вопрос. Еще из той же отрасли. Ой, вот в Калифорнии землетрясение, а вы там строите дома из говна и палок. Как же так? Оно же не выдержит землетрясение. Опять же, вопрос. Дома из говна и палок в три раза дешевле, чем дома из того, что может пережить землетрясение, которое случается раз в сто лет. Стоит ли строить так, чтобы раз в сто лет оно не развалилось, если при этом все будут платить за дома три раза больше? это все трейд-оффы. И мы, как человеки, эти трейд-оффы игнорируем. Мы говорим, ой-ой-ой, как же так? Just in time сломался, значит, just in time плохо. Давайте теперь набивать наши склады оборотную запчастями на год вперед. Плевать, что это все подорожает в три раза. Ну, не плевать же на самом деле. Не плевать, конечно, а давай я с другой стороны попробую вот к этой же задаче подступиться. Вот, господи, кто же выступал-то на эту тему? Блин, забыл, из башки вылетел, но неважно. История про то, что реально посчитали статистику всякую разную, ну, потому что она просто тупо есть, по таксистам. О, кто-то из наших выступал, кстати, по-моему, по-моему, рассказывали как раз, ну, там, главный вопрос, а что такси так подорожало? Ну, а там сказали, ребят, смотрите, как бы, таксистов нет, ну, потому что там половина выехала, как бы, и въехать не может, да, и мы только усилиями перераспределения всякими разными сохраняем более-менее такую вот цену, потому что иначе она должна вот еще на 20% вверх прыгнуть. И как бы не было бы системы, вы бы как бы тут вообще ахнули. Но дело-то не в этом. Дело в том, что еще и потребность в такси очень сильно выросла. Ну, то есть, как бы и потребность выросла, и людей нету, и еще вот это вот все вместе. Это тут интересный момент, что даже когда, вот, ну, был просто вопрос, а что будет с теми таксистами, старый вопрос, да, когда появятся самодвижущиеся тележки, которые их начнут заменять. И ответ, а ничего, потому что потребность настолько возросла, и мы привыкли к этому уровню комфорта, что они только в каком-то сегменте будут восполнять недостачу вот этих вот таксистов. Так вот, отвечая на твой вопрос, производство, которое приближает, они только восполняют часть, они не будут вот этот весь supply chain полностью заменять, только часть того, что вот это вот, вот этой дельты, которая взрывного роста, который мы сейчас наблюдаем. На самом деле, ведь потребность возросла не просто, ну, сами supply chain разрушились, а еще и потребность возросла очень сильно. И она же никуда не делась. Она продолжает расти. Да, в принципе, я не против разных моделей, да, хороших и разных, и как бы пусть цветут сто цветов, и если люди готовы переплачивать сейчас за то, чтобы завтра, не дай бог, у них не случилось там, что им нужно будет два месяца подождать, как бы ради бога. Но я не верю, что это случится. Если сейчас кто-то скажет, и знаете, знаете что, вот, значит, Just in Time показал себя, значит, абсолютно полнейшим говном, мы вот в Acme Inc не верим в Just in Time, и у нас будут теперь, значит, набитые склады для того, чтобы если что мы могли выстоять. Да, наша продукция будет на 50% дороже, но вы же готовы платить, правда? Правда готовы? Готовы же платить? Ну, пожалуйста, ну, хоть кто-нибудь заплатите. Черт, мы разорились. Да, хорошо, хорошо. Это такая, как бы, техническая штука, но в любом случае она как-то развивается. Мы, наверное, видим только начало этой, как бы, цепочки, и вот ее конец еще пока нам не виден. Мне кажется, мы увидим его, может быть, даже еще и не в следующем году. Это, как бы, не первая такая история. Ну, ты знаешь, с другой стороны, смотри, сейчас все, и это, кстати говоря, поможет твоему вот возросшему, твоему тезису о возросшем спросе, да? Сейчас же, ну, у нас маятник, маятник метнулся в другую сторону. Все вот эти чипы, заводы чипов клепают, как грибы, значит, осенью после первого дождя. Я не знаю, сколько десятков заводов чипов сейчас строятся. Просто для того, чтобы нагнать вот этот вот, значит, то, что у нас сломалось. То же самое с новыми танкерами, новые порты, уменьшение регуляции в портах, увеличение транспортной способности и так далее. Просто для того, чтобы вот этот нынешний затык разрулить. когда нынешний затык разрулится, и это будет, ну, скоро, речь идет о месяцах, не о годах, когда нынешний затык разрулится, вот эти все мощности, они как раз смогут поддерживать вот этот вот возрастающий спрос. Да, мне кажется, оно как-то где-то там вот примерно сойдется, плюс-минус. Ну, то есть, да, да, да. Я думаю, что там дураков тоже нет, я думаю, что люди там примерно прикинули, что вот график где-то вот тут плюс-минус должен Ну, как бы, да, да, мы сегодня вроде бы как делаем слишком много для того, чтобы нужно, но с другой стороны из растущего спроса спрос нас нагонит. Да, давай тогда как бы двинемся, может быть, к каким-то социальным практикам, которые у нас еще, так сказать, произошли. Может быть, тебе что-то запомнилось из каких-то, может быть, больших скандалов или больших каких-то вот изменений, связанных культурным кодом или еще какими-то вещами? Ну, наверное, я не знаю, наверное, мне, я бы сказал, что вот эта вся истерика по поводу канцелинга и вот этого всего, мне кажется, она немножко поубавилась, на мой взгляд. То есть, вот у нас действительно был пик где-то в начале года с Трампом и со всеми делами. Ну, и потом как-то, мне кажется, попустило. То есть, может быть, и действительно вот инициаторы вот этого всего канцелинга и так далее поняли, что они немножко перегнули палку, да, ну, потому что же на самом деле идея-то правильная, да, то есть, это институт репутации, который должен работать. То есть, ну, вот если ты там делаешь какую-то херню, вот народ не захочет с тобой иметь дело. Файн, это как бы вот правильно и так далее. Это хорошая идея, она, похоже, была немножко, значит, вот палку перегнули там и немножко был такой, да, ну, какой-то, немножко не в ту сторону пошло. И мне кажется, что вот этот вот бэксплэш, который из-за этого произошел, да, вот это вот отражение, оно помогло немножко откалибрировать вот эти вот процессы тоже. И, в общем и целом, ну, идея, что люди должны отвечать за свои там слова, действия и так далее, она же на самом деле очень правильная. И если это все как-то стабилизируется на какой-то здоровой, так сказать, отметке, мне кажется, это будет лучше для всех. А мне, знаешь, это крутая мысль, кстати, я как-то перестал следить в какой-то момент за всем за этим. Очень круто, что ты отследил эту историю. Я следил за онлайн-образованием, точнее, вот разными попытками как бы в него заходить в разных странах и там старался, пытался выяснить, как это все происходит у всех. И кажется, что где-то в каких-то областях онлайн-образование проявило себя хорошо, а где-то в каких-то областях прямо, скажем, никак не проявило себя, если не сказать, что прямо плохо. И вот это вот как-то отрезвление вот некоторое, да, по поводу образования, по поводу онлайн-образования, что оно не везде возможно применимо, не везде может дать правильные результаты, и оно не всегда контролируемо. вот это очень крутая история, которая, мне кажется, она вот в этом году до многих дошла. Ну и опять же она подсветила историю, а чему мы учим наших детей, людей вообще в целом, сами-то мы вообще учимся, читаем что-то или нет. Ну, для меня это очень актуально, потому что у меня дочь растет, и я как бы это, читаю ей книги, и как бы вот как раз как бы там супруга читает, я читаю, мы разные там, читаем разную литературу, и это очень видно, когда дочь смотришь, что мы читаем, она такая, типа, а, ну, типа, как бы, это нормально, типа, папа, давай я вот хочу вот это, а можно я заместо этого сейчас почитаю, а потом ты мне это дашь, например. то есть она уже так торгуется, например, то есть она видит в этом, что, типа, для меня это ценно, и она такая, а, ну, раз это ценно, давай как бы вот как-то вот попробуем вот этим вот поторговать. Это тоже такая интересная особенность случилась в такой, в образовательной фазе. Ты знаешь, мне, я тебе скажу насчет образования. Я, было такое мнение, бытовало, что, типа, вот эти все школы, это чисто, ну, бейбиситер, да, мы платим за то, что кто-то смотрит за нашими детьми, пока мы там на работе и так далее, да, а, типа, не учат они ничему, ну, или там, как минимум, мы можем лучше, научить всему. И вот как-то вот этот вот прошлый год, когда, ну, все сидели дома и учились из дома, там, и по Зуму и так далее, мне кажется, вот этот вот тезис очень серьезно подкосил, потому что, ну, по крайней мере, из того, что я тут замечал, ну, как бы очень-очень здорово детишки за этот год сдали, ну, и по крайней мере, никуда не продвинулись, и, в общем-то, оказывается внезапно, что вот это вот обучение в классе, вот интеракция между ними, и даже там какая-то бубнежка учителей, которую мы никогда не рассматривали как полезное, оно работает, на самом деле оно работает, да, и заодно очень многие родители по дороге выяснили, что, ой, до чего там преподавать, я могу лучше, как бы, ну, ну, А это правда. Да, и, ну, я, я всегда знал, что я, ну, преподавать детям у меня все плохо, в отличие от, объяснять взрослым, и этот год это в очередной раз подтвердил, но я стал еще больше уважать тех людей, которые действительно это умеют, ну, тут в Америке уже вся тема домашнего образования, хомскулинга, она намного более развита, чем в других странах, и я вот это сейчас тут все наблюдаю, у меня есть несколько знакомых, которые занимаются хомскулингом, как бы, безотносительно к ковиду, и я вот прямо их очень-очень-очень уважаю, потому что, ну, как мы все выяснили, это адский труд, и да, да, вот онлайн-образование, оно для тех, кто хочет, оказывается, а дети, все, оно не так. Да, это как бы такая очень-очень такая большая тема сама по себе, наверное, надо кого-то, кстати, в подкаст зазвать из онлайн-образованщиков, так сказать, образованцев, они сами-сами-сами себя так называют, стебутся, вот, потому что там прям большая тусовка, и там много всего происходит, какая-то бурная-бурная активная жизнь, понятно, что на их, как это, грузовичок разбился прямо вот, так сказать, это, с красной икрой, и прямо вот и вся улица, так сказать. Да, 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 случился праздник, да. Да, они этого ждали, оно случилось. Да, да. Слушай, а вот, давай, может быть, посмотрим на какие-то прикольные тулы, может быть, тебя что-то, что-то зацепило вот из вышедших каких-то вещей, которые вот, на которые ты посмотришь, ах, мама-чан, я хотел, сам бы и сделал, ах, какая прекрасная вещь. Ну, на самом деле, мне кажется, из интересных анонсов тулзов, это, конечно, флит, джетбрейновский. И ты вот сорвал с языка практически. да, да, и я бы сказал, потому что, интересно, интригует, непонятно. Насколько, у меня было несколько теорий насчет того, что это и зачем, ну, и как бы они все опровергнуты, а новых как-то, ну, вот, 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 непонятно. То есть, вот, вот, что я слышал, что, значит, что я прочитал, что это, типа, наш ответ в ESCODE. Что такое наш ответ в ESCODE? Это, окей, все жаловались, что там IntelliJ тяжелый, там, майнит крипту, индексирует индексы, значит, мы не хотим, мы хотим, чтобы было такое легковесное, как в ESCODE. Ну, окей, вот вам флит. То есть, казалось бы, что тут трейд-офф, медленное, но умное, versus быстрое, но не такое умное, да? Ну, вот как в ESCODE. Ну, ну, потому что в ESCODE это такой типа редактор, да, там есть какой-то хайлайтинг, но до ума, значит, полновесного, и там, типа, и очень далеко. Но, вот смотри, как бы, бац, внезапно оказывается, что, по крайней мере, JetBrains отвечает, что нет, что движок ума, там такой же, как в IntelliJ, но подождите, если вы сумели сделать и быстрое, и умное, то зачем мне медленное и умное? Является ли это заменой IntelliJ? Это как бы следующий, напрашивающий вопрос по этой логике. И они такие, нет, что ты, IntelliJ никуда не уходит. А почему? Да-да-да-да. А зачем мне два по цене одного? Мне совершенно непонятно, скажу честно. Но, тем не менее, это очень заметная штука, она прям как-то так, бух, под конец года, так очень круто выстрелила, конечно, и понятно, что к этому долго готовились, но это очень хорошая штука. А меня вот, так как ты запалил как бы тему, уже, так сказать, это снял с языка. Давай я вот совсем не связанная с работой, но, тем не менее, для многих очень прекрасная вещь. Я через многие годы, так сказать, вернулся обратно к механической клавиатуре. Ну, так сказать, для себя, ну, там я там, более-менее, как-то немножко у меня поменялось место работы, и я такой думаю, надо, более стационарно себе сделать систему, и, соответственно, я купил себе клавиатуру механическую, очень классную, прям, ну, не очень, не громкую, чтобы не раздражать коллег, и при этом, как бы, вот это вот ощущение клавиатуры очень удобное. И так как я больше стал печатать на английском языке, я такой думаю, а, ну, и вообще, в принципе, я достаточно много печатаю, я такой думаю, надо вспомнить, как это вот, ну, так как по-русски я вслепую печатаю достаточно хорошо, а вот по-английски у меня все, так сказать, сильно медленнее, мне надо на клавиатурку подглядывать иногда, и думаю, надо слепое вот обратное вернуть, себе и я, соответственно, решил найти какой-нибудь редактор, и мне очень понравился, ну, не редактор, в смысле тренажер, и мне очень понравился KK, прекрасный редактор, он в App Store есть, стоит каких-то небольших денег, но при этом прекрасно сделан, с точки зрения того, что вот он пальчики ставит в правильное место, есть всякие бесплатные, есть там Monkey Typing, например, просто в Web, тоже великолепная вещь, но вот в чем-то меня KK вот прям поразил, не знаю, как-то захватил, и очень такой простой, удобный, не очень много уроков, но при этом руки как-то сами встали как положено и хорошо работают на, по крайней мере, вот такое эстетическое некоторое удовольствие, вот мы же на конец года немножечко надо себя побаловать, и вот это все, и вот если говорить об этом, то это, я считаю, одна из самых, вроде бы, с одной стороны бесполезных покупок, но с другой стороны совершенно замечательных, потому что вот это ощущение, когда ты какой-то навык приобретаешь, пусть такой малюсенький, но каждый день он становится у тебя лучше, и ты видишь это на графике, то есть ты видишь, а как ты печатал, а как в среднем печатаешь, а сколько ошибок совершаешь, а насколько твой прогресс идет, и ты как бы такой, а, ну я сегодня, я сегодня стал лучше, чем я был вчера, это такое вот внутреннее ощущение. Мне кажется, мне кажется, поэтому так много народу занимается вот этими вот изучениями языка, как он там, лингвио, не лингвио. Да, 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 лингвалио, да, всякие, да. Да, 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 как раз именно поэтому, да, потому что ты можешь каждый день сделать чуть-чуть, увидеть прогресс, и, в общем, это очень хорошая вещь. На самом деле, я вопрос печати вслепую решил, перейдя на фонетическую клавиатуру очень много лет назад, лет 20 назад, и, в общем-то, ну как бы вот, зная одну, в общем-то, я знаю теперь любую, и это очень-очень-очень удобно. Да, механическая клавиатура, да, это тоже как бы тема, и, в общем, ну как бы, вот интересно, чем еще можно заняться такого вот, чтобы немножко был прогресс, и, ну вот, изучение языков, мне кажется, вот как раз пример, пример вот такого вот хобби, которое ты учишь что-то новое, немножко не даешь мозгам засохнуть, и, ну прям вот да, очень круто. Да, ну и ты знаешь, мы, наверное, всякого разного наговорили, и вот давай вот чуть-чуть немножечко хобби, так сказать, впустим внутрь этого подкаста, прям буквально в окончании, так сказать, мне, в некотором смысле, вот это переключение, ментальное, психологическое переключение, оно помогает очень сильно, так сказать, не застревать мозгами в чем-то, и находить какие-то очень хорошие, интересные, правильные вещи, особенно в работе. И вот этим вот триггером для меня является, например, столярное дело. Это вот очень странная история, она как-то меня очень медленно, постепенно захватила, когда ты берешь какую-то досточку, что-то там построгал маленько, и пока ты строгаешь, у тебя мозг просто раз, и просто перегрузился, то есть как будто он освободился полностью, а потом новые мысли по работе, они сначала ведь все, весь объем памяти занимают, и они, видимо, в этот момент успевают, так сказать, все, что нужно сделать, чтобы оно произошло, там вот какая-то правильная активация происходит, и ты такой, оп, да, нужно это сделать. И вот такие вот небольшие занятия, там раз в неделю, два раза в неделю, какими-то совершенно простыми там вещами, там типа, не знаю, ласточкин хвост напилить для коробочки, или там, я не знаю, там рамку сделать для фотографий, вот, ты сидишь, что-то делаешь, а вот мозг твой перегружается совершенно простыми, элементарными вещами. Да, вот это вот состояние такой вот мозговой скуки, да, когда ты делаешь что-то, что не требует от тебя больших мозговых усилий, и в это время у тебя, значит, мозг начинает чего-то там на каких-то холостых оборотах что-то делать, какой-то magic, это же все уже достаточно давно наукой, так сказать, доказано, и вот это вот состояние скуки, оно ну вот очень-очень-очень полезно, и, ну, есть масса вариантов его достичь, это и какое-то кардио, там, бегать, плавать, грести, там, еще чего-то, когда у тебя ты в это время, ну, или слушаешь какую-то музыку такую без слов, да, чтобы мозгу не за что было зацепиться, или вообще у тебя ничего нет, такой sensory deprivation, или вот какой-то такой хобби, который тоже от тебя не требует никакого, значит, ну вот, по крайней мере, привычной мозговой активности, может быть, у тебя есть какая-то другая, но не та же, оно все, оно все очень полезно, сауна, опять же, да, ну, потому что ты туда не пойдешь там с ноутбуком код писать, а ты там будешь сидеть там какое-то время, там, 10 минут, думая ни о чем, скучая, и вот это прямо вот очень-очень-очень хорошо для мозга, поэтому, да, вот я полностью с тобой согласен, и всем рекомендую заниматься чем-нибудь, отчего вам скучно. Слушай, а по поводу, сейчас же у нас впереди новогодние праздники, все будут отдыхать, и немножечко, может быть, поскучают, вот, а мой вот отпуск, ну, это небольшой отпуск же, на самом деле, такой вот, мой отпуск был в этом году сопряжен с тем, что я перевез семью, соответственно, из Иркутска в Санкт-Петербург, а как ты отдохнул? Ну, во-первых, я тебя поздравляю, большое дело, и, в общем-то, ну, мы все ждали этого, что ты выберешься куда-нибудь в цивилизацию уже. А, да ладно. Ну, с точки зрения, с точки зрения часовых поясов, по крайней мере, ты сделал очень много народу очень счастливыми. Правда, да. Вот, да. И, ну, большое дело, конечно, да, такой переезд. Ну, у нас же тоже был похожий в, ну, уже почти год, вот, в феврале, когда мы из Калифорнии, из Кремниевой долины перебрались в Нэшвилл, тоже там, через полконтинента, и, ну, тоже очень так круто. А сейчас вот то, что я делал на празднике, это вот как раз я по собственному рецепту скучал. Вот, мы поехали, значит, в Мексику, и там, ну, грубо говоря, практически, ну, не целую неделю, но четыре дня, это был такой вот совершенно отдых медитативный. Это, значит, поваляться в гамаке возле бассейна, попариться, значит, в сауне, и вот это все для того, чтобы как раз вот мозги поскучали, подумали о чем-нибудь новом, нестандартном, перезагрузились, и так далее, и мне кажется, это было очень-очень полезно. Круть. Ну, слушайте, вот на этой, на этой замечательной, расслабляющей, когда, такой, релаксационной нотке, я думаю, мы будем завершать выпуск этого подкаста. И мы можем всем пожелать, значит, вот действительно, иногда заниматься скукой, отдыхом, найти себе интересный хобби, переехать вместо своих мечт, что еще? Значит, думать о полезном для бизнеса, а не о всякой никому не нужной ерунде, учиться каждый день чему-нибудь новенькому, будь то печатание вслепую иностранные языки или, может быть, языки программирования. Что еще мы сегодня? Да, значит, не страдать от недостатков Just-in-Time и Supply Chain. Да-да-да-да. Это важно, да, чтобы все было вовремя, да. Ну и, конечно, праздновать Новый год, который вот уже к вам стучится, уважаемые подслушатели. В любом случае, мы вас поздравляем и оставляем вас наедине со своими мыслями. А на этом все. Пейте кофе, пишите Java. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Копанин, Михаил Гайдамака, Никабуру, Василий Галкин, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com и поддержите выпуск этого и других подкастов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова